В конце 15 века после объединения Франция стала самым большим и густонаселенным государством в Европе. Население страны превысило 15 миллионов человек. В начале 16 века во Франции стал распространяться протестантизм. Новое учение поддерживали, старое знать, недовольное усилением королевской власти. Горожане, стонущие по тяжестью военных налогов и обедневшие дворяне, желающие прибрать к рукам часть церковных земель. Многие горожане юга Франции стали гугенотами, так называли французских протестантов. Несмотря на то, что север Франции при поддержке короля остался католическим, на юге страны серьезно укрепились протестанты. В 1562 году герцог Дегис потребовал разогнать собрание гугенотов. В результате столкновения пострадало более 100 человек. Это событие положило начало религиозным войнам во Франции. Католиков поддерживала Испания, а гугенотов – Англия и Южные Германские княжества. Первая попытка примирения состоялась в 1570 году. Король Карл IX вынужден был пойти на уступки. Гугенотам разрешалось повсюду проводить свои богослужения, и им во владение передавались четыре крепости, например, Ларашель. Чтобы окончательно примирить католиков и гугенотов, Карл IX решил выдать свою сестру Маргариту Валуа замуж за лидера гугенотов, короля Генриха IV Наваррского. 18 августа 1572 года на свадьбу съехались все вожди протестантов. Но католическое большинство убедило короля в необходимости расправы над ними. И 24 августа в Париже началась кровавая резня. Данное событие получило название Варфоломеевская ночь, так как произошло накануне праздника в честь святого Варфоломея. В ответ на произошедшее жители Ларашели подняли восстание. Религиозные войны продолжились. После смерти Карла IX на престол взошел его брат Генрих III. Из-за слабости характера он не оправдал надежд народа и в 1589 году был убит. Его преемник Генрих Наваррский ради французской короны отрекся от протестантизма и в то же время бросил все свои силы на прекращение религиозных войн. В 1598 году был провозглашен Нанский эдикт, по которому католическая религия объявлялась государственной. Но преследования гугенотов запрещались и объявлялась веротерпимость. Генрих IV остался в памяти народа славным королем. Он прекратил войну с Испанией, снизил прямой налог с крестьян, талью, открывал мануфактуры и купеческие компании. К сожалению, религиозные фанатики не были довольны Нанским эдиктом. И в 1610 году Генрих IV был убит. Сын Генриха, Людовик XIII, был слабым королем, и страна оказалась на грани катастрофы. Спасти Францию смог кардинал Ришелье, назначенный первым министром. О своих главных целях он говорил «Моей первой целью будет величие короля, второй – могущество государства». Ришелье отобрал у гугенотов их крепости, но при этом не затронул Нанский эдикт. Были запрещены дуэли, теперь проливать кровь дворяне могли только за короля. Французская армия вновь стала сильнейшей в Европе, о чем говорят завоевания в 30-летней войне, Эльзас и Лотаринге. Сам Ришелье перед смертью сказал «У меня не было других врагов, кроме врагов государства». Пройдя через религиозные войны, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова